Житель железнодорожного района Самары Наталья Запруднова проживает в 18-м доме по улице Структурная. Рассказывает, в последнее время жизнь наладилась. Рядом с домом сделали новое освещение, провели опиловку аварийных деревьев, на противоположной улице отремонтировали тротуар. Вот дорогу сделали, сделали тротуар. Хороший тротуар сделали на той стороне. Но тротуар почистят, и там стоит машина. Вот так вот тротуар, а вот так вот стоят машины. И там вообще невозможно пройти. Наталья пришла на прием граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, с просьбой отремонтировать тротуары на противоположной стороне по улице Промышленности, на участке от Ракитной до Малой Ярославской. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов пояснил, что тротуар по нечетной стороне улицы Промышленности не входит в перечень объектов для ремонта на 2024 год. Глава Самары пообещала, что как только растает снег, специалисты выйдут на место и решат, что можно сделать. Если вдруг у нас с асфальтом не получится, прямо с таким качественным ремонтом, мы крошкой засыпем, в любом случае, на сезон. Спасибо вам за понимание. Все, что возможно, сделаем в этом году. Семья Рейскиных вместе с дочкой-пятиклассницей занимает маленькую комнату в коммунальной квартире. Соседняя комната свободна, поэтому семья хочет ее занять. Ранее с этой просьбой женщина уже обращалась в Департамент управления имуществом Самары. Однако для предоставления комнаты не было оснований, помещение не являлось свободным. Там был прописан человек, но не проживал, пояснил руководитель Департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков. Вам 22 декабря 2023 года дали разъяснение и направили вам перечень документов, которые вам необходимо собрать, чтобы вы могли въехать в эту комнату. Как только будут документы, вам предоставят право. В прошлом году семью признали малоимущей и поставили на учет как нуждающиеся в помещении муниципального жилфонда. Исходя из этого, уже в текущем году есть все основания выделить Рейскиным дополнительное помещение. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.